Итак, друзья, всем привет! Вы на канале GamerPanda, меня зовут Иван, всё так же, и мы продолжаем прохождение Китария Fables. Спустя какое-то определённое время я решил всё-таки вернуться к этой игре и посмотреть, что же сделали после обновлений, которые здесь были проведены. Провели, на самом деле, какую-то большую глобальную работу с временем. То есть теперь, когда мы ложимся спать, мы спим определённое количество часов, а не до следующего утра, например. Так же сделали что-то ещё с этим временем, оно теперь течёт медленнее, намного, по-моему, в 4 раза, что ли, его замедлили. Так, ананасы тут, конфеты. Так, и я предлагаю продолжить на том, на чём мы остановились в прошлой серии. А в прошлой серии мы остановились на том, что мы взорвали гору, да, взорвали гору, и в этой горе мы сделали дырку. А из этой дырки вылез какой-то дядька. Ой, 5 ананасов стоят 1000 монет. Да, это, пожалуй, неплохой апгрейд. Но фермерством мы будем заниматься как-нибудь в другой раз, потому что в этой игре фермерство, ну, такое себе, конечно. Не такое интересное, как могло бы, например, быть. Так, так же к этому другу мы сходили посмотреть, что нам нужно. Нам нужно слитков серебра 10 штук и 2 солнечных камня. Где солнечные камни взять, я чё-то не знаю. Где-то я их брал, но вот где я совсем не помню. Я помню, что эта игра достаточно такая душная. Тут все такие душные, они такие, ну, прям вообще неприятные. Ребята, давай с тобой поговорим, что что-то вы запыхались. Хотите мне о чём-то рассказать? А, о входе в тоннель, да-да, там на входе усидел голем. Да, голем сидел. Как ни странно, никогда не слышал, чтобы големы так себя вели. Значит, путь свободен? Да, отлично. Не терпится узнать, как дела идут у наших соседей. Я рад, что теперь их можно проведать. Спасибо тебе, солдатик. Мы с тебя не справились, ты настоящий герой. Да, я настоящий герой. Я получаю вихрь меча. Я как-то могу его посмотреть сейчас? Нет, не могу. Ну и ладно. Ну и пошёл он нафиг. Так, куда-то мне нужно прийти перед тем, как... Перед тем, как идти обратно. Обратно куда? Обратно к этому проходу. Ну, я уверен, что мне в любом случае нужен этот проход. И как бы давайте по пути сейчас пособираем. Так, на какую кнопку бить? Вот на эту точно, я и забыл. Забыл совсем. Недели две, наверное, не запускал игру. Медную руду обязательно собираем. Камушки надо собирать. Я что-то не помню, но на всякий случай возьму. Возьму на всякий случай. А ещё тут можно было включить паузу, да? Во время... Во время смены... Чего-то там. Во время смены оружия. Боевая стрела. Нет, это всё. О, дрожание экрана. Давай поменьше сделаем. Масштаб интерфейса. Обычный, мелкий, крупный. Вау, крупный и очень большой. И что там дальше? Видео, графика и звук. Всё, оставляем так. Давай телепортируемся. А куда мне надо было телепортироваться? Вот сюда, наверное. У меня вообще, по-моему, заданий нет. Надо посмотреть, что мы можем взять и это выполнить. Так. Загрузочка прошла. А как же... А как карту посмотреть? Я что-то забыл. Я забыл, как посмотреть карту. Серьёзно? Нет. Вот, нашёл. Заданий здесь пока что нет. Ну, значит, пойдём в ход в горный тоннель. Исследуем. Что-то я уже забыл, как здесь сражаться. О, какашка. Опять золотые какашки выпадают. Ну, куда ж деваться от них. Так. Ещё одна какашка и душа. Так. А этим мы можем что делать? Да, кувыркаться. Точно. Всё. Я вроде более-менее вспомнил, как играть. Сейчас... Попробуем добраться до тут, докуда нужно. Вообще, мне нужны эти какашки ещё собирать? Или нет? Куда-то они мне понадобятся. Может быть, куда-то и понадобятся для какого-то апгрейда. Так. И что же делать дальше? А дальше, друзья, мы, скорее всего, пойдём в этот проход. В ход в горный тоннель. А здесь ничего нет? Вот. Здесь есть руда. И эту руду мы сейчас должны обязательно собрать. Потому что это золотая руда. И она мне в дальнейшем обязательно пригодится. И без неё будет достаточно сложно. Мне так кажется. Да, ресурсы здесь необходимы. Они прям нужны. А здесь была руда. Здесь была руда. Но её здесь почему-то нет. Так. Хорошо. Идём дальше. Что же нас ждёт в этом тоннеле? Ну, кроме люлей, конечно же. Сейчас мы её узнаем. Сейчас и узнаем. Так. Здесь нас ждёт пушистик. Привет. Привет, моё солнце. Так. А также ядовитые коряги, которые будут оставлять за собой какашки. Да. Так. Ну, и, соответственно, немножечко денег. Давай-ка посмотрим. Вообще, стоит пройти эту штуковину до конца и уже посмотреть, что там в конце. Может быть, там какой-то интересный артефакт лежит или ещё что-то интересненькое. Так. Чтобы вспомнить ЛТ, это снизу или сверху? И тут прям монстры всякие живут. Прям куча. Куча. А ещё с кем-то можно поговорить. Уходи. Не надо так. Не надо. Не надо. Требуется другое оружие. Что? Требуется другое оружие? Какое другое оружие? Требуется для вот этого вот заклинания. Дракомыш. Дракомыш. Ладно, я пока не буду на неё нападать, потому что она мне даст люлей по-любому. Я всё-таки не так опытен здесь в здешних боях. Так. Давай. Давайте, получайте. Получайте просто по жопе. А вот тебе ещё по жопе? Так. И как мне попасть вот в это вот? Вот в это место? Здесь не попасть. И здесь не попасть. И где же... Где же вход? Скажите ко мне. Вот это что ли вход? Точно. Это вход. И здесь очень много всяких ресурсов. Ну, сам Бог велел. Сам Бог велел ребятки собирать. Итак, друзья. У меня всё собрано. Почти всё. За исключением вот этого вот железного рудничка. Сейчас мы и его соберём. И всё будет уже собрано окончательно. Собрал я какое-то определённое количество ресурсов. Сейчас я его покажу. Да. 28 медной руды у меня сейчас. 48 золотой. 37 серебряной. Камней чуть-чуть. И в принципе это всё. Это всё, что я собрал. Так. Нет. Не конфета. Нужно было поменять на меч. Так. И давайте сейчас добьём тех, кто здесь остался. И посмотрим, что здесь дальше по пещере. Возможно здесь ещё ресурсы. И мы сейчас сможем ещё себе прокачать мечи. Там броню. Всякую прочую ерунду. Да. Да. Вот такой вот получил удар. Этот чувак, который бросается какашками. Так. Нет. Давай сруби вот этот. Да. Всё правильно. Идём. Что ж. Идём дальше смотреть, что у нас здесь осталось. Так. А остались здесь у нас только люля, да? Нет. Нет. Не бейте меня, ребят. Не надо меня бить. Это плохо. Для вас закончится. Засранцы. Вот же. Засранцы. Требуется другое оружие. Что? Почему требуется другое оружие? Я не понимаю. Вроде бы раньше пользовался этой способностью. Всё хорошо было. А теперь требуется другое оружие. Тёмный слезёныш. А что ты даёшь, тёмный слезёныш? Ничего? Ты просто переворачиваешься? Ну какой полезный, а? Столько пользы от одного моба. Вы просто не представляете. Пушистики. Давайте-ка вы все умирайте. Я не хочу с вами сражаться долго. И давайте мы будем без всяких вот таких вот выходок, когда в меня плюются. Ну-ка не плюйся, зараза. Сейчас получишь по жопе. Вот так. Понял? Получил? Доволен? Этого ты добивался, собака. Так, ладно. Собираем дальше. Ой, здесь ещё есть труда. Ну, тут тоже, знаете, ребятки. Сам бог велел. Так, всё я дособрал. На меня тут напала летучая мышь. Получила люлей. Конечно же. Что она ещё может от меня получить? Только люлей. Потому что она мне мешает. Мешала, мешала и получила. Так. Всех остальных микробов сейчас тоже поубиваем потихонечку. Наверное. Возможно, здесь место только для фарма или что? Я не понимаю. Просто здесь так много всякого... Всякого всего. То, что не срабатывает, не работает. Камни всякие. Пушистики, монстры. Ну-ка. Куда побежал? И ты тоже. Ну, видимо, мне придётся всем сейчас выписать. Получайте, засранцы. Нехорошие ребята вообще, да? Нападают просто на бездомного котика. Ну, как на бездомного? Беззащитного. Всё. Опять набрал всякого барахла. Так. В итоге у меня 32 меди, 47 серебра и 57 золота. 57 золота это более чем достаточно, мне кажется. А ты кто такой? Безил. Собака. Эээ. Кажется, у кого-то проблемы. Мы должны помочь. И чё? Чем мы тебе поможем? а я тебе не помогу понял вообще-то я должен был пройти они прошел ну-ка стоять стоять я тебе сейчас наваляю щас стой подожди вот так как бы сразу почему ты уходил золотой ключик нужен золотой ключик а как мы можем этому базилу помочь я чуть не понимаю нам с ним делать то что с тобой делать ну класс я тебя поздравляю что это нам надо в речную крепость что ли то есть мне надо выбраться отсюда телепортироваться вот так то далеко бежать далеко бежать только решила что мне не нужно вмешиваться у них не должно было получится открыть тоннель уж по крайней мере не так скоро так ну мы открыли тоннель сходили в тоннель ну да я добежал до кровати поспал и запустилась к сцена нельзя позволить им продвинуться дальше от этого зависит успех нашей миссии так точно комендант серьезно что закидалова а это чё подружка твоя ты уверена что это сработает сработает джет должно сработать я очень долго добивался у меня сюда перевели мы обязаны добиться успеха но ты же сама велела мяуди служить под твоим началом это что твоя очередная уловка ты не боишься что они догадаются о твоих попытках им помешать они ведь и дальше будут искать реликвии так что это к знал что она вообще зараза такая противная долг превыше всего и моя обязанность спасти всегда ваше высочество прекрати меня называть так в некотором смысле так оно и есть орешек в конце концов ты сестра принцессы ты могла бы править королевством будет на то твоя воля у тебя ты ей для этого есть и задатки да и сражаешься ты лучше чем твой дядя король да ну в общем они ругаются тут столько болтовни конечно ладно каков план найдешь реликвию раньше чем они до нее доберутся такой мне не под силу приложим все усилие чтобы им помешать будем надеяться что в итоге они оставят эту затею не факт что мы ее оставим а может и оставим посмотрим в общем будем посмотреть как говорится так что есть козел пришел привет козел доброе утро как вы тут обустроили да хорошо все так жизнь на ферме не так уж и плоха скажи мяу мяу а ну да не ожидали вас здесь увидать что-нибудь случилось надо ничего особенного просто хотел заглянуть и поздороваться впрочем еще и кое-что передать а что ты хочешь передать мудрец аль просил чтобы вы как можно скорее его навестили не знаю чем речь скажите сходите скорее рад что у вас здесь все хорошо хорошего меня солдатики да да солдатикам хорошего дня давай ну зачем ему понадобились до пес его знают сейчас узнаем вот прямо сейчас пойдем и узнаем только сначала давай выгрузимся посмотрим что у нас вообще мяу 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 мяау мяу 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 мяау мяу 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 тоже много так и что же мне с этим всем делать-то тут да мне подскажет что мне с этим всем делать а ты серебряная до серп фермера хорошо серп фермера мотыга фермера давай возьмем попробуем может быть улучшить это все заберем вот это вот это а угля у меня все равно нет поэтому ничего не забираем и ничего не пытаемся улучшать просто берем вот это сюда выкладываем еду всю в самый конец конфеты медик медик что-то дает скорость движения увеличивает это круто шанс критического урона увеличивает бутерброды неплохие такие бутерброды знаете ли которые увеличивают шанс критического урона давай посмотрим что нам нужно еще раз на меч я опять забыл принципе ничего нового все как всегда все по классической схеме так десять серебряных слитков и два солнечных камня вспомнить где брать солнечные камни а здесь просто нужно нужны просто деньги да для этих слитков есть я могу серебряных слитка сделать штук пять до до штук пять слитков мне конечно не подходит серебряный топор мотыга кирка кирка будет бить сильнее тоже скорее всего будет просто бить сильнее давай посмотрим что 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 сколько стоит золотой слиток 5 все по 5 руды стоит дорого дорого где мне взять солнечный камень интересно вот я что-то не помню вообще солнечный камень стоит наверное прогуглить и там будет известно в google это все известно google знает все как говорится меч гладиатора было бы неплохо за иметь себе вот такой двуручный меч вообще да и священный меч тоже хорош так предлагаю 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 пойти до пойти куда надо пойти нам дальше посмотреть что здесь нам предлагают чему я вот должен принести и муку я хочу у нее купить яблочный пирог а не приготовить чё и денег заплатить ладно 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 хватит ворчать давай посмотрим что у тебя есть пудрявая капуста виноград тюльпан подсолнух а где у тебя нету у тебя нету я нет семян ананаса вот ты конечно зараза ладно продолжаем наш поход куда нам надо речная крепость и лесная опушка давайте сначала в речную крепость а потом в лесную опушку и так добрался я до мыши с которым не надо поговорить хотел сказать человека но ведь это не человеке все чем могу помочь нужно сделали чтобы привести человека в чувство и бедняга королевская академия меня научили одному рецептику не знаю сможем ли мы раздобыть дайте-ка вспомнить во первых понадобится экстракты гусеничек придется вам одолеть пару этих созданий они водятся болоте у озера так я же по этой чё опять такой долинный крест что ли так гусенички готовим зелья одолеть чудищ а это просто нужно их одолеть ну я предлагаю их не одолевать а пойти к мудрецу потому что это какой-то сайт квест и я не очень хочу его прямо сейчас выполнять поэтому давайте телепортируемся в деревню и к мудрецу так пришли мы к мудрецу что он нам хочет сказать тот нам хочет сказать как продвигаются поиски серьезно ты просто хочешь спросить слышал удалось решить проблему с валуном да удалось путь на север открыт только знаешь валун оказался не валуном это был голем великан и мы думали что все голем просто лесные стражи они не просто лесные стражи ну или же на него появляет повлияла одна из реликвий поэтому я вас к себя пригласил хорошо изучив карту канайдеры я пришел к выводу что одна из реликвий спрятана в труднодоступном месте на ледяном пике этот ледяной пик на крайнем севере там уж не чудища наверное как гораздо сильнее здешних в этом нет никаких сомнений поэтому вам придется разжиться снаряжением получше и магии припас тоже не забудьте серьезно а если я не хочу мне вот любопытно что все-таки произошло между империи магами а вам что ну просто мне кажется что все обстоит намного сложнее там известно только то что маги в королевстве под запретом любого кто смеется и практиковать обвинять в измене зачем это обоснованным и не знаем власа мы не знаем чем это обосновано если бы мы знали чем это обосновано то мы бы знали чем это обосновано Злой король? Нет, его отец, сынок, хотя и сынок, скорее всего, не лучше, раз законное не отменил На самом деле, король сам хотел починить себе магию и создать личную армию магов, чтобы держать всех в повиновении Само собой, Королевская Академия была против, ученые считали, что магию нельзя использовать во вред и уж тем более против людей Поэтому, когда король предложил им сотрудничать с Королевской Армией, ученые отказались Их отказ привел короля в бешенство Он приказал арестовать всех членов Королевской Академии и все труды по магии конфисковать Класс Ладно, рад, что вы не подстрадали, мудрец, и вы помогаете нам Я был одним из тех, кому повезло, большинство ученых были сосланы или еще чего похуже Убиты, что ли? Или изнасилованы? Я готов на все ради искупления вины за то, что не смог тогда спасти своих коллег Нужно рассказать людям, что магия не служит злу Вы не передумали действовать теперь, когда узнали правду? Само собой, мы в деле верно, мяу Мы, конечно, не герои, но сделаем все, что от нас зависит Представляю, как вам тяжело жить с этим, мудрец Да, я должен был сразу вам это все рассказать Да, да, бла-бла-бла Ну ладно, давайте сосредоточимся на то, что нужно сделать Если маршруты верны, одно из подземелья должно находиться под ледяным пиком Отправляйтесь туда и проверьте мою теорию Но будьте осторожны, действуйте осмотрительно И пусть дорогу вам освещает яркий свет Путешествие к ледяному пику Задание получено И как же мне пропутешествовать к этому ледяному пику? Восточные пресноводные болота в ход горный тоннель Через горный тоннель Как же мне еще пропутешествовать туда? Ну что ж, давайте тогда в горный тоннель Сейчас посмотрим, что мне там подготовила эта девочка орешек Так, добрался я до входа в этот тоннель Давай посмотрим, что здесь нас ждет Да в целом ничего нового не ждет Все то же самое Монстров нету, правда Как в прошлый раз Возможно есть Так, а что за темный слезеныш? Он ничего не дает Он просто умирает и исчезает Ладно В этом ничего страшного нет Монстров здесь опять полно Козявочник Козявка что ли? Козявка, да Козявка Ну с козявками я драться не собираюсь Я собираюсь просто пройти мимо И убежать отсюда Так Наверное все-таки мне придется делать квест С тем, чтобы помочь этому собачонку Наверное Но наверное не придется В общем сейчас идем Узнаем что вообще, что к чему Пустят меня вообще туда дальше Или не пустят Потому что это психопатка Психичка проклятая Как ее там Комендант Орешек Она решила Вставить мне палки в колеса Я ей такие палки сейчас повставляю Такие колеса Огромные просто палки Что она их никогда не вытащит Так Мы можем идти дальше? Да, можем Ну и что тогда? В чем проблема? Зачем нам показывали ту-ка сцену Если она ни на что не повлияла сейчас? Я бы мог и так пройти дальше Так Путешествие к ледяному пику Задание выполнено Ну вот мы и в горах Классно, да? Холодно Дубак Сколько же здесь снега В горах всегда так А ты не знала, да? Что происходит с погодой? Как же холодно Так недолго в ледышку Превратиться надо Найти в убежище И согреться Ну да Давайте найдем это убежище Ой Какой-то ледяной голем Прикольно А он Ну он добренький, да? Он не будет со мной Рожаться Печенье Я так понимаю Нам просто нужно идти По тропинке И мы придем туда Куда нам нужно прийти А что делают ледяные Слизеныши? Ничего Они дают синюю слизь Синяя слизь Это И хорошо И плохо В принципе без разницы Так Каменный черт Что? Ой Я не хотел Я не хотел Верните меня обратно Вот так Вот так Обратно меня Возвращайте И где он? Я хотел ему вообще-то навалять Хотел его побить Он мне тут Наехал на меня Я бы сейчас на него как Вот он Убежал, да? Зараза, а? Получай По жопе Вот тебе еще А ты что Возвращаешь магию Или что? А, у него типа Большая защита От чего? Не понимаю От ударов мечом что ли? Уйди Нет А чонка Он мощный Смотри какой Смотри какой Сильный Засранец Даже надо конфетку съесть И яблочко Похрустеть Да Монстры здесь посильнее Давай посмотрим Насколько сильна мышь Нет Не ты Ты Выделять-то Научись нормально Фигню какую-то Все время выделяет Ненужную Которую не надо Выделять Зачем ты выделяешь То, что тебе Не надо выделять Дурочок Ой, там сундук Сундук Давай посмотрим Что в сундуке Открываем Ииии Копейки От копейки Ну ладно Тоже подойдет Тоже неплохо Что же у нас дальше? Ой Какой страшный Такой страшный Засранец Так, открыли Талисман получили Идем дальше Идем Не останавливаемся Тут нам это все Здесь нам только люля Похоже светят Да Мне кажется Рано я сюда пришел Здесь нам светят Одни лишь люля Да И причем Прям много люля И кстати говоря А где Выход А, вот здесь Точно Ладно Какой-то Свет Не, я не буду с вами сражаться Ребята Это что? Контрольная точка Все Я ухожу 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 Все Мне кажется Мне надо прокачивать Оружие И броню Так Плоскогорье Здесь можно согреться Да Здесь можно согреться Поэтому мы сейчас здесь Согреемся И заканчиваем Этот эпизод Так Я так понимаю Вы давненько Никого тут не встречали По крайней мере После завала в тоннеле Ммм Так и есть Мы уже думали Что навсегда Отрезать цивилизации Ммм Нам здесь очень Не хватало гостей Особенно альпинистов Бродячих торговцев Но вот вы здесь А значит Проблем по имени устроена Теперь нам нужно Готовиться к приему Новых гостей Ммм Вам больше не нужно Беспокоиться о тоннеле Проход свободен Так что здесь Будет людно Да Правда Что-то осталось Там Не успел прочитать Что ж у нас Вечная зима Теперь вот еще и чудище Вечная зима Как это возможно Об этом лучше Спросить мистера Безила Он знает В этих краях все Вы с ним знакомы Ммм Мы встретили его в тоннеле Выглядел он не очень О нет Что же делать Вы должны ему помочь Конечно А что здесь Только вы живете Кто Как-то тут слишком тихо Вы здесь только Мы да эти чудища К счастью Судя по всему Их не особо Мы интересуем Мы их не беспокоим Они не беспокоят нас Разве что иногда Приходится краситься Мим у них Запасаясь едой Выходит Гвардецы Из речной крепости Сюда еще не прибыли Я пока ни одного Не видел Гвардейцы С тех пор Как вернулся катаклизм Кроме одиноких Бродячих торговцев Здесь никто не появлялся Да откуда им взяться Тоннель ведь был перекрыт Наверное комендант Орешек Еще не в курсе Что там Нельсвободен Нужно ее известить Да в курсе она Все Уже подстраивает Нам тут Засаду какую-то А то мы могли бы Помочь Пока сюда не прибыли Солдаты Из речной крепости Нам пришлют защитников И больше не придется Голодать Круто Классно Здорово Да Давай уже Договаривай Можно вас попросить Принесить нам еды На одну Две Недели Конечно Вы потерпите Немножко Мы постараемся Вернуться как можно скорее Идем У нас много дел Да А я могу где-то здесь Переночевать Поспать Переночевать Сохраниться В конце концов Ломать ящик Тоже не могу Так Это что мне надо Обратно пешком что ли Идти Какой кошмар Какой кошмар Ладно ребятки Всем спасибо за просмотр На этом мы серию заканчиваем Не забывайте подписываться Комментировать Оставлять лайки И бахнуть Ваш царский колокольчик А Мы можем Телепортироваться Ну В любом случае Спасибо за просмотр Всем спасибо Всем пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok